Кадры словно из художественного фильма о войне, но это не кино, а реальная жизнь. За пианино в полуразрушенном здании Бахмута солдат СВО с позывным Симба. Парень один из первых мобилизованных с Алтайского края. Как сейчас помню, звонит брат утром, говорит, тут какая-то фигня. Пришла повестка, мать плачет, что-то, говорит, не так. И все, вот это все вот так опустилось, загрустили. Ну, все, предпринимательству хана будет, ему хана, но ничего. Мобилизованный собрался, поехал в родной горняк. Оттуда на сборы в Омск. В это же время его земляки тоже уезжали, только в другом направлении. Проезжая мимо Веслоярска, есть граница с Казахстаном, Веслоярская таможня. И там такие колонны километровые были. И ребята моего возраста, крепкие ребята. Вот. Тоже ехали в другом направлении, но чтобы не попасть в такую историю, в какой мы сейчас все находимся. А это общая беда, общая проблема. Сейчас то время, когда не должны вы разбегаться, а когда должны, наоборот, все сплотиться. Прилет снаряда на расстоянии вытянутой руки, прилет дрона Камикадзе. За два года фронтовой жизни Симба не раз висел на волоске от смерти. Сначала боец служил в артразведке, после пошел на повышение. Сегодня он офицер, командует минометной батареей на бахмутском направлении. А в перерывах между боями музыка лечит свои раны. Передвигался небольшой группой с товарищами, зашли в один из домов и вот обнаружил пианино. И сел что-то, тоже уставшие были, сел что-то, тыкал-тыкал на клавиши эти. И вот получилось такое небольшое произведение. Нот не знаешь, грамматики не знаешь, ну вот что слышишь, что чувствуешь. Музыка – это что? Это передача чувства, эмоции человека. Помимо боевых действий, Симба успевает заниматься и волонтерской деятельностью. Вместе с Народным фронтом организовал сбор музыкальных инструментов для школы искусств на Донбассе. В школе необходимы музыкальные инструменты. Это гитары шестиструнные, акустические, скрипки. Пианино у них есть, пианино им хватает, тоже уже побрякали там. В основном это какие-то бытовые предметы, еще тетради для учебы, нотные вот эти тетради. Народный фронт уже передал две скрипки от неравнодушных. Но для полноценного образовательного процесса требуются дополнительные инструменты. Ученики в знак благодарности организуют концерт, а волонтеры, в частности наш Симба, запишут видеопривет от маленьких музыкантов. Кстати, боец сейчас в отпуске, но уже на следующей неделе вновь отправится на передовую к своим ребятам. До отъезда солдату нужно многое успеть, но самое важное – побыть с семьей и насладиться небом, которое, к счастью, не тревожит удары беспилотников. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.